а здравствуйте дорогие друзья подписчики и подписчицы случайные зрители если вы еще не подписались на наш канал обязательно подпишитесь в этом видео я очень хочу рассказать вам про удивительнейшую рыбку для одних это рыба змея а для других это рыба дракон можно ее называть как угодно но ее истинное название полиптерусенегальский ареал обитания этих чудо рыб Африка и Индия в реках Белый Нил, Онго и озерах Альберт Чад и Туркан его легко можно обнаружить в зарослях растений и укрытиях в глинистом берегу начну с самого главного это хищная рыба вырастающая в природных условиях до 70 сантиметров в аквариумах до 40 сантиметров при этом живут в неволе до 10 лет и более полиптерусы способны узнавать хозяина особенно непривередливы к условиям содержания и могут подойти даже для новичков очень выносливы отмечу что зрение у полиптеруса плохое а вот нозри развиты очень хорошо именно с помощью обоняния полиптерусы охотятся кстати важной особенностью этих рыб является здоровье они болеют очень редко а а а а а 25-30 градусов но выдерживают повышение температур до 38 градусов при этом х должно быть от 6 до 7 с половиной обязательно фильтрация и аэрация воды не забывайте и о подмене воды на еженедельной основе особое внимание удивите декорациям в аквариуме и помните о том что они любят прятаться в помощь вам коряги, гроты а также конструкции из крупных камней учитывайте особенности полиптеруса сенегальского ведь он пассивен днем и активизируется в сумерках хотя встретиться с ним днем не такая уж и сложность совместимость молодые полиптерусы легко уживаются группой а взрослые полиптерусы территориальны агрессивны и словны к конфликтам особенно при малом объеме аквариума хорошо совместим с крупными рыбами в качестве соседей подходят циглиды крупные барбусы лабиринтовы акары астронотсы и подобные им рыбки кормли питаться предпочитают в сумерках помните о том что полиптерусы хищные рыбки и им необходим живой или замороженный корм в качестве корма можно использовать мотыль креветки кальмары мелкую рыбу кусочки сердца говяжье мясо и даже дождевых червей но только после обработки легко привыкают гранулированным сухим кормам но про мясо не забывайте взрослых особей вполне можно кормить раз или два раза в неделю разведение увы но ярко выраженных половых отличий нет но самцов можно отличить по лопатообразному анальному плавнику который увеличится в период размножения а у самок немного шире голова начало нереста как правило в июле полиптерусы начинают плавать так чтобы тереться друг от друга самец к тому же покусывает плавники самки после нескольких дней совместных пятерок самка начинает метать крошечные икринки прикрепляя их к растениям наилучший субстракт для икры иванский мох длится нерест до октября месяца учтите что полиптерусы склонны поедать икру по этой причине необходимо пересадить производителей или икру при этом важным моментом является усиленная аэрация воду малькам желательно подменивать на ежедневной основе но понемногу получают питание от желточных мешков второй неделе им дают наупли артемий растут мальки неравномерно дабы избежать каннибализм и потери мальков их периодически осаживают сортируя по размеру это не вся важная информация которую мне хочется рассказать вам про этих рыб полиптерусы синегайские не имеют плавательного пузыря они превратили его в легкое благодаря этому они могут дышать атмосферным воздухом более того полиптерусы могут передвигаться по суше от одного водоема к другому долгое время находясь вне воды для того чтобы полиптерус использовал свое легкое необходимо оставить место в аквариуме для воздуха между крышкой и водой но при этом часто случается когда полиптерус выбирается из аквариума где обречен на медленную смерть от высыхания на полу очень важно чтобы каждая щель даже малейшая дырка где проходят провода и шланги была плотно закупорена на этом все мои дорогие друзья всего вам доброго и до новых встреч до свидания обязательно подпишитесь на наш канал до новых встреч до новых встреч до новых встреч субтитров до новых встреч субтитров Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр!